на обратном пути заедем коньячка себе купить хорошо уговорила уговорил теперь я знаю как вымулить жены коньячка всем привет вы на канале блогер федора и мы находимся в приюте для животных города велючинска идем пап я за тобой не бойся на друга на добрая это добрая собачка я буду снимать их главное не упади я и так знаю смотрю камеру никогда не падаю а на меня посмотри ярик я ярик тебя не видно это это блогер что-то курицы а курицы горох клюют давай попробуем дорог да чё ты его боишься банка вот енота аккуратно если что они могут сапнуть это дикое животное а откуда здесь появился енот он смотри енот вот так вот и давай подходи поближе не бойся прям вот только не бросай а не бросай ты не бросай он увидит и начнет есть чуть-чуть поближе не бойся вот так вот а там у них маленький вот прикольный улако пробить продают да по моему Папа, ты хочешь покормить? Тебе понравится. Не? Да я уже вас накормился. Папа! Ой. Ярик, ты хочешь покормить? Ой, смотри, какие маленькие. Козёнка. Ярик, ты хочешь козёнка покормить? Молочком. Копил без молочка, да? Дядя, я тебе спрашиваю. Да. Когда тёжи накалывается, пойдём вместе. Вот чё там ест. От каши. Рыбу на правду. Иди я. Маша, обалдел. Повыше так, держи. Я и в комочке. Чтобы молочко вверх поднимает. Она в шоке. Всё, надеюсь. На кроне, на кроне. Это кот или кошка? Кот. Кот. Самолётик. Самолётик? Самолётик. Летать любит? Очень. Он вообще постоянно за нами. Вот как только мы пришли, он сразу раз и везде нас проник. А, подождите, вот этот вот. Я когда фотографировал эту девочку, он прямо тут до самого леса за нами бежал и прямо на лошади ходил. Ты не наклонись, она не получает. Отелочку наклоняешь, чтобы молочко... Да, молоко же оно сверху не стечёт. Хочу кого-нибудь покормить. Ой, эту я не видел. Хочешь кого-то покормить? Хочешь кого-то покормить, да. Хочешь енота покормить? Да. Ань? И надавливать надо. Всё, я не чуждаю. Он держался? Да. Да, он же может так. Ну, это вот так же. А чё так? Я знаю, что не робот. А, вам сюда приносит, слышит, да? Я всегда, когда... Где-то спасаю, но... Ну, тут не в тролельме говорю себе, что я всё делал не так. Собак я не живу, я в тяжёлом состоянии собаку. Лечу их, они не устраиваю. Собака не живёт опять, потому что я их держать не на тебя. Кошек пытаюсь. Смотри, аккуратно, эта кошечка злая. Ой, я знаю таких кошек детских. У него подруга была такая кошка. Она очень злая была. А вон ещё наверху кошечки на моем двери. Ой, вон, какой красавец. Вау! Охрен, вы любите. Красавец, мне надо злиться на него. Какой-то злиться. А там у нас ничего нет. Ну, ладно, я откажу твоего козлёнка. Малышка. Он всё живёт. Кошка. Ну, фигни, что-то у меня огонь. Эй, ты чё? Кто это, Федя? Хрюшка. Хрюшка? Пошли посмотрим. Пошли хрюшку посмотрим. Вот она. Вот она. Иди сюда. Идём, идём, идём. Вот хрюшка. Смотри, какая. Да, большая. Эй, покажи, как хрюкает. Как хрюшка, что-то хрюшкает. Как хрюшка, что-то хрюшкает. Хрю-хрюкает? Да. Ну, вот же она хрю-хрюкает. Да нет, очень ломко. А вот... Это коза. Всё, всё, я тебя поднимаю. Налетели с кошмарами. Пойдём дальше. Ой, смотри, кто там? Мы их не будем выпускать. Ага. Аня, ты где? Малютка вообще, видишь, какой? Сука, смотри, всё маленький. Он неплохой. Малютка. Малютка, дай им там кому-то. А, им что-то... Крас свеклу, что ли, дают? Свеклу, наверное, какое-то дают им. Да, видите, это тоже едят краску. Это просто собака. Прям вся уже нет. Собака в ходу. Самая большая и самая грязная хрюшкает. Шки-шки-шки. Шки-шки-шки. Мистит. Извиня, скажи, что... Поехали! Очень дети перепугались. Тут собаки разгавкались, кружки расхрюкались, все перепугались. Интересно, конечно, здесь. Сейчас мы еще заснимем интервью. Ты давно сюда ходишь? Да. Сколько уже? 8 лет. Семь или восемь лет. Ты сама сюда пришла или мама? С мамой. А что тебе здесь больше нравится? Собаки, кошки или лошади? Кошки и лошади. Лошади или кошки? А что ты тут в основном делаешь? Помогаешь по хозяйству? Да, помогаю по хозяйству, с лошадьми занимаюсь. Чем? С лошадьми занимаюсь. Ты, наверное, за восемь лет-то уже много всего о лошадях знаешь? Да. Можешь что-нибудь такое интересное рассказать? Ну, например, как они взаимодействуют с человеком? Они почувствуют, если злой человек? Да, они понимают по голосу лошадей и знают. То есть, они могут понять, когда злой, добрый. Какое у тебя настроение? Да, по голосу. А у тебя есть какой-нибудь людьми? Да, шаман черный. Шаман черный? А сколько ему? Ему 6 лет. А как ты поняла, что вот это животное, именно этот конь из всех тебе нравится? Ну, он сам ко мне подошел вот как-то, ко мне постоянно тянется. И ты с ним как с дружиной? Да. Ну, ясно. Рюч, спасибо тебе большое. Да, я за что. Мне очень интересно с тобой поговорить. Спасибо. Подписывайся на наш канал блогер Федор на ютубе. Хорошо. Увидишь себя там. Хорошо. Я просто хотела спросить, ты вообще организатор сегодня? Да. А как тебе вообще такая мысль в голову пришла? Как это вообще начиналось? Подарили мне лошадку. Первую. Хотелось у меня лошадку. А потом дети увидели, что у нас получилась такая лошадь и начали приходить. Потом вторую купила, потом третью. И потом все, пришло и поехало. А ты прям это место нашла? Потом искала, да, это место. Нашла номер переходного из отца завода начальника. Мне выделили человека, который показывал здание, ну, оптимальное для конюшни. И вот выбрала вот это вот, арендуем это здание. А сейчас вот как вообще все происходит? Сейчас кто-то помогает, где-то тяжело. Только школьники приходят. А так в основном, пока они в школьное время учатся, я одна здесь. Ага. Привыкла уже, пришла, с ней покормила, коз подоила, сено раздала. Зимой попроще, потому что лошади стоят в загонах и едят сено. А летом уже сложно. Потому что на траву перевязывают, а у нас ведущейской травы нету. И бегаешь целый день. Ищешь место? Ищешь место, да. Еще куча доброжелателей, которые связают арканы. То есть лошади убегают, по дорогам бывает, по дороге выходят. И целыми днями так бегаешь летом. Да. Я даже не знала, что это такое. Да. А сколько уже тут это существует? Шестой год? Шестой год. А я смотрю, много взрослых тоже. Там бабушка вот ходит. Ходят, помогают, они волонтерят, собачек кормят. Сейчас вот комнаты мы освобождаем. Будем делать кошачий приют в городе Вилючинского. Подлетаем в комнату. То есть одна комната будет для кошек карантинная, вторая свободная для посетителей и для выбора животных. Пошло стремление к кошачьему приюту. А финансово кто-нибудь помогает? Никто не помогает. Делаем сами сборы. По всей Камчатке у людей просим помощь. И на лошадях, на сено. Мы так туризмом занимаемся. И обучением вековой езды. Дети обучают. То есть только так. Только так. Это не помогает. То есть это закрытый гарнизон. Зато у города Вилючинского. Ну, я смотрю, что у вас это. Довольно много деток, которые приходят сюда. Вот мы поговорили с Женей. Он довольно такой общительный мальчик. И очень, смотрю, трудолюбивый. Вот он, кстати. Он так помогает. Вот этот диван разбиралась. Да, с конями водились. И всех их по кличкам не назвал. В общем, интересно было побеседовать. Еще я здесь тоже видела мальчика. Да, они сегодня дома мамам помогают. А так они в свободное время бегут сюда. И им это очень нравится. То есть они приходят, просто помогают? Просто помогают. Мы их катаем на лошадях, обучаем. В летний период они с нами на маршруты будут ходить. Помоги. Помоги. Ну и самим нравится. Говорят, лучше быть мы здесь будем, чем по улицам ходить. Она усела. Ну то есть в планах пока развиваться, вот кошачьи приюты делать. Почему? Ну у меня акцент идет в основном на лошадях. На лошадях идет ипотерапия бесплатная для детей с ограниченными возможностями. Да. Скажи по факту. Ну занимаюсь детьми по рекомендациям врача. То есть у меня нет специального образования медицины. Поэтому только по рекомендациям врача. Они приводят и ты их творишь? Ну сначала мы детей с ограниченными возможностями сначала мы знакомим. Потихонечку, чтобы они привыкали. Ну это большое животное для них это страшно. Могут испугаться? Могут испугаться первое время. Сразу там они сажаем. Сначала приходят, общаются, постепенно уже сажаем. И даем нагрузку на ту или иную функцию тела, которую врач прописал. Каприз он маленький, он выпрыгнул короче. Там то, что они сено получается. Сейчас вольер меньше стало, они перепрыгивают. То есть получается мы их наказали, привязали вон за эти, за повода получается. Они понимают, что мы их наказали? Да, они извиняются, подходят, они умные. Да? Да. Ты тут давно? Я смотрю, ты тут все знаешь. Да. Ну как я не очень тут давно, я около месяца тут. У меня есть свой конь, ну не свой, но я на котором катаюсь и за которым ухаживаю. Это лютый фонтан вот привязан. У него две белых ноги. Да? То есть я ему говорю, лютый, лютый, иди ко мне. Он тебя знает, да уже? Подходит ко мне. Тебя-то как зовут? Желя. Ты молодец вообще. Я смотрю, ты тут помогаешь, ходишь. Помогаем, убираем, катаемся, обучаемся кататься на лошадях. Уже научился? Да. Я голопом катался, рысью катался шагом. Ну шагом это вот просто один раз подопнул, он пошел шагом. Голопом не страшно. Два раза подопнул, он пошел рысью. Три раза подопнул, он пошел голопом. Он подопнул слегка по бокам? Ну под боками, да, бьешь. Ему не больно, у него там рецепторы под бока. Ну под ребрами получается. И когда ему под ребра бьешь, он все, он уже бежит получается. Ну идем сначала шагом, потом ты ему вторую команду даешь, то есть два раза бьешь и так три. Вот он голопом помчался и все. А ты сам что-то пришел из-за тебя кто привел? Нет, я сам пришел. Мне интересно стало. Раньше я боялся лошадей. Потому что когда меня получается в детстве катали на лошади, ведущий укусил лошадь. Лошадь получается начала сбрыкиваться. Встала на свечку, я упал. Она начала возле меня бегать, чуть ли не закатала меня тюркать. Мне страшно было очень. После этого я как-то, ну, к лошадям. А потом выступал, ну короче на ярмарках. Вот помните про ребенка? Да, помню. Случай погнала, да? Это у казаков лошади взбрыкнулись. То есть как раз мы тогда лошадь вели нашу, получается. И у казаков то, что они сказали, типа у них там шарик лопнул. Но это все маски. Я так скажу. У нас кони спокойные. Мы перед тем, как их выводить, ну, на эту какую. Чтобы они не взбрыкнулись, ничего. Мы их сначала по снегу погоняем. Чтобы они выдохлись, устали. И ведем на праздник. Ну, Маша нам сказала, что в тот раз лошадь, скорее всего, повела из-за чужого запаха. Возможно. Чужих лошадей. Возможно. Ну, мне кажется... Тебе тут, смотрю, интересно, да? Да. То, что мы свинарники чистим. То, что вот это у них говно. Мне вообще без разницы. Мне это напоминает деревню. Я сам с Владивостока. Ну, я там не родился. Я вообще родился в Усканчатске. А так просто это... Мы летали во Владик. И там, получается, деревня у нас была. Там у нас коровы, свиньи, козлят. Ну, тебе все это нравится. Я вижу, что у тебя прям глаза горят. Ты молодец, Жень. Как друзья. Мы стараемся тут, получается, делаем все. Сейчас. Ну, молодец. Это хорошо, что у тебя есть такое желание. Что ты такой трудолюбивый мальчик. Спасибо тебе. Не за что. До свидания. Давай. Ну что, тебе понравилось в этом приюте? Да. А что тебе больше всего понравилось? Лошадка. Лошадка? Лошадка. Какая-то определенная или все вместе? Все вместе. А ты хотел бы поучаствовать в жизни приюта? Да. Да. Помогать лошадкам кушать сено, что ли? Так? Поучаствовать. Ты будешь кушать сено вместе с лошадками? Я буду ломать то, что они просят. Ломать то, что они просят? Да. Нет. А делать? Рубить дрова. А, рубить дрова? Да. Отличное дело. Если у вас есть желание и средства помочь данным людям в обеспечении вот этих замечательных животных, всех животных, которые здесь есть, приезжайте, привозите еду, деньги. Люди, которые хорошо обеспечены. Помогите здешнему приюту. Вы добавите себе плюс 100-500 к армии на следующую жизнь. Возможно, на следующей жизни вы опять будете обеспечены за счет того, что помогаете животным. Этот приют находится вот на остановке Сельдевая. Вот сюда заезжать, как на Сельдевую, повернете и здесь вот увидите это прекрасное место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова